Снова всем привет, продолжаем играть в Maravind. Нахожусь я внезапно в Альдруне, у себя дома, потому что вне записи мне потребовалось все-таки смотаться, чтобы как минимум разгрузить инвентари, свой и орка. Закупился я зельями у 0карии вне записи, показывать это я думаю, что смысла большого нет. Создал несколько заклинаний, обновил заключение, чтобы оно было здесь в списке. Также лечение вот такое сделал, долгоиграющее. Такое вот у меня уже было, я честно говоря про него забыл. Также отпирание обновил, сделал паралич на 20 секунд, смотрите, с неплохим шансом. Сделал также приказ 15 уровня на 2 секунды, это то, что мне в комментариях советовали. Работать это будет только если будет скопление противников, то есть как минимум 2. Чтобы их друг с другом стравить. Ну не знаю, попробуем, посмотрим как оно будет. И вот такое восстановление сделал, потому что в комментариях опять же мне настойчиво советуют восстановить орку еще и ловкость. И действительно вполне возможно, что ему понизили там какие-то параметры, мы все это попробуем восстановить. Также я сделал заклинание из лечения обычной болезни при касании. Но на всякий случай вдруг он еще и заболел. Также пока я торговал с Налькарией, у меня повысился уровень. Но как видите, бонусов недостаточно, поэтому сейчас мы первым делом займемся учебой. Как завещал вождь мирового пролетариата, если помните. Так, 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 а что нам учить, собственно говоря? Кузнеца мы довольно-таки прокачали. Секиры немного прокачали. Что-нибудь на силу. Длинные клинки у нас на что? На силу. Древковая на выносливость. Давайте посмотрим, чему тут учат еще. Этот, по-моему, да, ничему не учит. И мы, конечно же, сейчас зачаруемся. Зачаруем нашему орку амулетик. Но сначала обучение. Так, проверим способ, мне подсказывали. Нужно найти длинный, длинный какой-нибудь. Вот, определенное место. А, ну, как бы... Как бы нет. Только если... Не знаю, так, наверное, не нажмется. А ну-ка, если вот так... Ну, здесь, видите... Такого пункта нет. А как только я проматываю вниз, он не даст мне вернуться. То есть, смотрите, вот я опять мудрость выберу. Ой, не мудрость, а определенное место. И все. То есть, я нажать обучение не могу. Я нажимаю продолжить, но он крутит только вот это вот. А обучения нету. Ну, то есть, может быть, где-то это и сработает, если такой пункт диалогии будет где-то вот здесь вот. Хотя можно попробовать, кстати говоря, лайфхак. А ну-ка. А, не нажимается обучение. Обучение не нажимается. То есть, возможно, где-то это работает в какой-то другой версии. А здесь нет. Так, ну ладно, что тут по обучению. Длинные клинки 80, секиры 111, драбящее оружие. Вот дешевое, поэтому будем учить его. Ну и хотелось бы еще на интеллект получить бонус. И да, я сгонял еще к скампу. Продал там пару вещичек. То есть, часть денег я, конечно, потратил. Но у нас 66 с лишним тысяч. И что мы имеем? Бонус x3. Продолжаем. Так, а ты не обучаешь. Ну и хрен с тобой. Четыре. Пять. Все, силу мы сделали. Давайте посмотрим, что у нас с интеллектом. Ходил я учиться к Хабасе, по-моему. Там нам нужно будет сейчас смотаться в Балмору. Кстати говоря, друзья, я вот сейчас только вспомнил, что я, когда Торка телепортировался, я поставил там пометку. Телепортировался я в Гнисис и выложил там часть барахла. И скорее всего она там так и лежит. Забыл я про нее. Так, бежим мы к Хабасе. Так, а здесь у нас по-прежнему нихрена. Тихо. Чего погромче-то тебе? Так, стоп, 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 стоп. Все, заметался, заметался, засуетился. Мысли путаются. Заблудился в трех домах. Все как всегда. Поэтому вот я многие вещи, такие рутинные, стараюсь сделать вне записи. Потому что включается запись и начинается брожение какое-то. Так, что мы учим здесь? Безопасность, конечно же. Дорого, блин. Но ничего не поделаешь. Ну, как ничего не поделаешь? Можно, конечно, повысить навык. Торговля, кажется, да? Тут что-то жаба меня давит. Так, значит, интеллект Х2. Давайте посмотрим у нее, есть ли какие-нибудь такие пункты в диалоге, чтобы можно было... А, ну я же пробовал. В смысле, не дает нажимать, да. Поэтому придется вот так. Заодно качаем восстановление. Оно у меня скоро превысит мистицизм такими темпами. А, нет, подожди. Обучение. Так, обучение у нас, значит, интеллект Х3. Ты не бегай, стой. Стой ты, блин. Слетела. Чего это засуетилась? Так. Безопасность уже 52, друзья. Так я могу реально, да что такое, вскрывать замки уже отмычками. И не париться с заклинаниями. Ну, еще разочек. Ну, нет, еще разочек. Все, интеллект Х5. И на этом, я думаю, что прокачку интеллекта мы с вами закончим. Он будет сотня. У нас получается, там, привлекательность, сила воли в приоритете. Бежим мы обратно в Альдрун. Отсыпаться. Также я провел, ну, не то чтобы эксперимент. Скорее, тест с алхимией. Сейчас я вам скажу. Сварил я экспериментальное зелье. Ничего сложного, просто вот такое вот, без повышения навыков. В этом суть теста. И у меня получилось восстановление здоровья 9 пунктов на 21 секунду. И восстановление магии. У меня получилось также 9 пунктов на 21 секунду. Вес 0,1, обратите внимание. Тогда как зелье эксклюзивное, которое мы берем у Нелькарии, восстанавливает 40 пунктов на 5 секунд. Но весит в 2 раза больше. То есть эффект сравнимый, только у Нелькарии он побыстрее. А вот эта самопальная медленнее действует. То есть 40 на 5 это 20? Нет, подожди. Ну да, это 20, 200. То есть 200 пунктов. А здесь 189, правильно я считаю? То есть чуть-чуть вот это больше восстанавливает, но весит в 2 раза больше. И за ним нужно бегать к Нелькарии, тогда как вот эти мы можем делать сами. Собственно, как и вот это. Потому что, допустим, если брать восстановление магии, вот такие самопальные зелья, которые я делал с завышением навыка, то получается перерасход. То есть зелья уходит в пустую. На продажу, да, это имеет смысл, но вот для употребления, наверное, нет. У меня просто нет столько магии. Поэтому, возможно, имеет смысл вот в таких вот зельях простых. Так, что я хотел? Я хотел повысить уровень. Конечно же, мы помним про упыря, который появляется. Поэтому я приготовлю пояс с кампа. Как раз он зарекомендовался неплохо. У меня здесь пояс запаса сил, но я думаю, что можно и так. А давайте сохранимся и отдыхаем. И вот он, гаденыш этот. К сожалению, придется нам подождать, пока они закончат разборку. О, с кампа завалили. Но у меня еще есть. То есть он руками заковырял с кампа, что ли? Ну, очевидно, что у него... Ты посмотри какой. У него не рукопашный бой. Иначе бы он долго так ковырялся. Сон с кампа вообще как прямо выносит. Давайте призовем тогда клонфира, может. А у меня маны мало. Так, так. Двух предков нам не поможет. Кланфира мы призвать не можем. Тратить зелье я не хочу. Кого мы можем призвать? Скелета. Ману-то мы восстановим. Ты посмотри какая тварь. Придется зелье вот это заюзать, наверное. Самопальное. И таки призвать Дримору. Друзья, но я не вижу здесь выхода иного. А что это? Это я здоровье восстановил, да? Так, подожди, где? Вот это вот. Ну здоровье тоже можно восстановить, что бы нет. Музыки из Бенни Хилла не хватает. Так, ну, Дримора приди. Такое достаточно долгоиграющее зелье у меня получилось. У Дримора, смотрите, катана. Ну еще бы Дримора не разобрался. Давайте все-таки. Да, сила, интеллект и удача. Все, интеллект у нас 100. Уровень у нас 18. И еще у меня получается один пункт навыка как бы лишний. Так, ну что, теперь зачарование. Значит, у нас есть Светоша. Кстати говоря, вот поясок я бы выложил, но восстановление запаса сил гораздо, я считаю, важнее сейчас. Так, берем амулетик вот этот изящный. Так же я прихватил сапоги, потому что действительно с какого-то хрена Индорильский напялил на орка. Ну и какое-то резервное оружие все же нужно. Раскритиковали меня с этим стеклянным клинком. Клинком, дескать, он быстро ломается. В общем-то, я согласен. Есть у него там, конечно, призванный меч в амулете. Выбор у меня не то, чтобы богатый. Вот этот, конечно, неплох. Клеймора вот эта. Но она очень тяжелая. Вес у нее 50. А мне бы хотелось такой клинок, чтобы был полегче. Здесь 40. Так, это у нас длинный, да, понятно, короткий меч. Здесь вес, конечно, маленький, но это короткое оружие. У меня выбора-то большого нет. Да и катана весит 60. Это короткий. Клеймора весит 50. И, в общем-то, и все. Ну, секиры, понятно, но нет. Нет, нет, нет. Но есть еще, конечно, клеймора серебряная. Она покрепче, но урон у нее уже более низкий. Давайте возьмем дайкота, но бог с ней, пусть он бегает. Так. Ну и вроде бы все. Так. Бежим. Да, кого все. Надо же взять вещи на замену. Ориентируемся мы где-то на 15 тысяч. Ну, 10 кинжальчик. В принципе, можно вот этот... Ну, посох, ладно, жалко, пусть будет. Четыре. Че-нибудь на тысячу. У меня, наверное, строго на тысячу такого ничего и нет. Есть на две тысячи щит. Ботиночки есть на 800. Да. Как-то так. Восстановим давайте ману. Да как не отсюда, только что отсюда. Ты, посмотри, познакомиться, они решили со мной. Хожу, хожу тут. А у тебя еще и перегруза нет, да? Нифига ты. Мощная тетка. Так, ну, сохранимся, давайте. И зачаровываемся. Значит, душонка у нас вот эта. Так. Увеличение навыка. Я, кстати, посмотрел в тот диэдрический щит, не ростовой. А влазят 30 пунктов. Так, подожди. Вот так, постоянный эффект. Длинные клинки на себя 24 пункта. Как бы это, конечно, больше, чем 24. Но я все-таки надеюсь, что мы добудем 13 тысяч. Что мы добудем с вами ростовой щит. И его зачарую я на силу, скорее всего. Но когда мы его добудем, это, конечно, вопрос. Так, ну и сразу же компенсируем. У нее теперь 13 800. Давайте вот так. Отлично. Еще и торговлю повысили. Так, ну, лишние вещи придется выложить. Да, блин. Так, лишнее у нас это вот эти вот сапоги. Ну и все, наверное. Камни душ я взял. Зелье у меня есть. Здоровье. Давайте, наверное, сварим несколько зельей восстановления здоровья. Чисто так, для себя. Это подбираем. На восстановление здоровья у нас подходит, вроде бы, соленый рис. Виквид. Ну и хватит, наверное, сильно упарываться не будем. Не буду я завышать навык. Прямо так. Сделаем. 11. А на все деньги. Правда, всего 7 удалось сделать. Так, вот они, да? 9 пунктов на 21 секунду. Ну, пусть будут. Чисто, чтобы было. А вот это мы выкладываем. Все, сохраняемся. И я использую возврат. И сейчас только я подумал, что, в принципе, на вот этот возврат будет все равно полезен. Потому что к статуе-то мне придется вернуться. После выполнения задания. Значит, вот он, наш амулет. Я решил не менять ему имя. Кольца все на месте. Возвращаем сапоги. Возвращаем. Дай-катану. И амулет, конечно же. Хотя нет, вы знаете, подождите. Я, наверное, сделаю вот так. Сейчас нам нужно восстановить ему параметры. Для этого я сделал вот это заклинание. Несколько раз для верности сделаю. Оно дешевое. На удивление получилось. Ну и лечение попробуем все-таки. Вдруг он заражен. Ну и теперь возвращаем вещи. Так. Так. Ну и все, да? И у него теперь, ну все равно места мало. Без завышения силы. Тут вот 20 пунктов, конечно, повышается. Иначе он вообще бы не смог передвигаться. Так. Ну и мы продолжаем, собственно говоря, продвигаться по району Шигарата. Ту сторону нам надо идти. На всякий случай сохраняемся. Я приготовлю здесь заключение. Потому как возле руин мы особо-то не зачищали местность. Вон я вижу уже Дримору. И кто-то уже согрелся. Да и дрот. Да что такое? А орк, кстати, не успел добежать. Я же со своей скоростью. Ладно. За орком мы вернемся. Пока что пусть Дримора отдувается. Наверное, вместе с Кланфиром. Главное, чтобы сзади никто не прибег... А вот она же уже бежит. Как я вовремя осмотрелся. Так. Алчищ его тоже бы захватить. Так. Так. Кланфир, все. И ману надо восстанавливать. Я думаю, что здесь мы налькарькиными зельями. Так. А Дримори паралично ложили. Да. И Кланфиру тоже. Все. И Дримора нас покидает. Такая себе битва. Видите, параличом он этим, конечно, решает. В оригинале алчищий паралич не использует. И это делает его слабым противником. Тогда как здесь, как видим, он прямо неплохо проявляет себя. Так. А ты еще и лечишься, гад. Без паралича ему тяжелее, конечно, тут. Дримора отъехал. Призываем заново. Это вот, кстати, иллюстрация комментариев о том, что орк типа не нужен. И все можно делать через призванных монстров. Но призывать я их задолбаюсь. Либо их призывать сразу пачкой, либо я даже не знаю. Кстати, Дайдрот, смотрите, насколько слабее. По душе. Вот он добежал наконец-то. Пропусти меня. Так, а тут сразу сразу наездник. Как он тут оказался, непонятно. Давайте опять восстановим магию. Еще ничего не сделала. Два зелья уже в минус. Там Дримора, но я не хочу, честно говоря, с ним связываться. Мне бы уже заняться делом. Но скорее всего он сагрится, да. Ладно. Был бы Святоша, я бы, конечно, воспринял с энтузиазмом. О, и наш Дримора еще здесь, смотрите-ка. Решил меня тут отоварить. Давайте-ка мы используем наше новое заклинание. Вот это долгоиграющее. А, у него, смотрите, шанс-то. Ай-яй-яй, оно дорогое. Да, но здесь, наверное, это нецелесообразно. Наверное, здесь проще будет вот таким вот простым. Ну, пока что, в принципе, вот он за пару ударов Дримору-то успокоил. Пока что неплохо. Те вот руины я еще хотел проверить. Так, а что ты на меня сагрился? Какого-то перепуга. Так, там я вижу Атронаха. Пытался создать заклинание хождения по воде, чтобы за один раз и на себя, и на орка. Но у меня не получилось. Если делать, к примеру, на радиус, то на меня не накладывается эффект. Может, я что-то не понимаю, но вот так. Сохраняемся. А два эффекта, то есть и на себя, и на касание в одном заклинании, конечно же, игра сделать не дает. Так, здесь я вижу какие-то серьезные ребята. сумрак. Вот эти мирные. Так, Атронаха мы пока, пожалуй, не будем захватывать. Я просто боюсь, что вот эти согрятся. Смотрите, Атронаха он быстро ушатал, а это алчища. И было вроде сумрак где-то здесь. Ага, вот и сумрак. Понятно. Понятно. но нам надо туда проникнуть. Мне как-то это не нравится, что меня так по-быстрому ушатали. Думаю, что нужно сразу ворваться. вот сюда вот. Так. Сейчас, конечно, он вдарит по мне, но это не страшно. мы используем колечко. Где он? Наш. Так. Сумрака бы я захватил, конечно. Так. Но опять он бежит ко мне. Мне это не нравится. Лечится. Лечится. плохо. Я, кстати, не дал ему бутылок. Не дал ему бутылок. Придется вот эти отдавать. Я забыл совсем про орк это наш. Ему-то как раз нужны зелья, которые с завышением навыка идут. Да, отвали ты от меня. У него паралич, да? Да. и полечить мне они его не дадут, скорее всего. А смогу ли я паралично ложить на алчущего? Интересно. Ни хрена подобного. Или нет? Получилось, друзья, получилось. Так, но, но, но про меня тут же вспомнили. алчущий минус. И меня тоже сейчас приговорят, чувствую. Давайте-ка полечимся. Стрелять у меня не надо. ну, неплохо, в принципе, он промахивается гораздо меньше. Захватили уже две души. Отронах что-то какой-то суетной забегал. Может на него паралич попробовать? Скорее всего не проканает, конечно. Паралич. О, нет, смотрите, нормально. 20 секунд, но спало заключение. Все, не успел я. Ну, ладно, хотя бы так. Хотя бы так сохранимся. Я считаю, неплохо. Давайте контрольный хил сделаем. Ну, он, конечно же, под зельем осталось четыре штуки. печально, печально. Да, давайте пока я не забыл. Отдам ему вот эти зелья. Придется мне как-то все-таки рассчитывать на себя. И у меня было еще качественное. Тоже отдам ему. Если уж на меня согрятся плотно, то проще загрузиться бывает. Сохранимся. Что вот это за ребята? Что привело любопытство? Кто ты такой? Чародей. А ты кто? Варвар. Понятно. А где вход в местные руины? если он тут вообще есть? Что это просто так что ли? Нет, вот есть дверка. Да, здесь мы не были, это другие руины. Надо только орка дождаться, он куда-то в обход побежал, видимо. я надеюсь он сейчас не нагрит там по воде. Где вот он? А, он вон там стоит. Ну, понятно. Обходи давай. Здесь наверное не залезет. Ну-ка. Точно не залезет. Во. Ну что, сохраняемся и пробуем. Приготовлю я наверное паралич на всякий случай. Так, ну я наложил паралич на орка, конечно же. Это предполагает загрузку, я думаю. Надо сразу вперед двинуться. Ты блин, Ну и что делать? Только невидимость остается. Благо он сагрился. Я имею ввиду наш орк. Паралич тут опасно колдовать. Но надо пробовать. Иллюзия подросла отлично. Я думаю надо ему катану все-таки вручить. Надо и катану забрать. и хильнуть его для порядка. Да, изрядно его покоцало, смотрите. Так, ну что у него тут маленький камень-душ заберем. Это мне ничего не надо. Сохранимся. Это какой-то верхний этаж. приготовим еще раз паралич. Это конечно гораздо лучше, усмирение, безусловно. Но и гораздо затратнее. Видите, и бывает отражение. Усмирение хотя бы не отражается. ну видите, удачно как получилось. Это был маг, у него был клинок вот такой, но он его даже доставать не стал. Книжку забираем. Так, отпирание. Так, восстанавливаем ману. И отпирание стандартное. ну вот это мне пригодится, я думаю. Это нам ничего не нужно. Пазилием, что? Хамелеон 20% пожалуй я возьму. Восстановление запаса сил. Давайте сожрем. Колечко тоже пожалуй я заберу. Так, лимора, да? двуручная с отравлением нет. Это нам не надо, это при касании нам не надо. Левитацию я возьму. Щит молнии эксклюзивный тоже пожалуй. Ну а книжки нам такие не нужны. Дешевые инструменты. Так, там орки. то есть здесь все-таки сообщается, да? По тому коридору боковому. Давай. 20 секунд всего. Какой ты медленный. но неплохо. Смотрите, пока заряды есть, прям очень неплохо. Деньги забираем, булаву не забираем. Да, когда заряды закончатся, будет, конечно, не так весело. Что тут у нее? шест? Какой-то посох. не забываем сохраняться и восстановим магию. Магия расходуется, конечно, дичайше. На этот паралич. Так, здесь двое. Двое это плохо. Давайте как-то, может, по одному их агрить. Ага. И этот тоже согрелся. Вот мы слили лиману. Видите, паралич, конечно, прекрасен, но как-то вот очень дорого получается. Это какой-то тоже не дамаг, вроде меня. Что-то пытается колдовать, какие-то щиты. Да, и отражает. Сильно отражает. О, получилось. Ну, а мана вся ушла, считай. Все, заряды кончились. Ну, хотя бы не промахивается. Давайте заберем у него катану. Пока что. Сохранимся. посмотрим тут, что у нас. Колечко возьмем. Сопротивление, увеличение здоровья. Нам это ничего не надо. У этого и того меньше. Так, что тут есть интересного? А, собственно, ничего. Огромный зал, полупустой. Второй этаж мы осмотрели. Статуя. Шегарата. Ну, и ценные вещи. Значит, сразу же мы готовим, наверное, заключение. Сохраняемся. Кстати, заряженный камень, да? Да. Флейм. Это огненный, да? Транах. Ибонит я что-то не хочу брать. Ну, видимо, придется, да? вот он. Так, сразу же захватываем. А орка нашего будем подхиливать по дешману. и уже надо, видите? Уже его неслабо так. Очень неслабо. А у дреморы катана, да? А, нет, это ибонитовый меч, короткий причем. Очень неслабо пробивает. мне это не нравится, давайте лучше все-таки попробуем его парализовать. Тоже шанс небольшой, по идее. Вот, две попытки, и я парализован сам. А теперь надежда только на зелье. Вот, кстати, оно очень жестко. 20 секунд паралича, друзья. Это вам не хухры-мухры. О! Ну, как раз на излете. То есть, я всю ману слил, 20 секунд простоял в параличе. Ну, и вопрос, настолько ли плохо у смирения. Но ибонит я не хочу брать вообще никакой. То есть, я и этот выложу. Потому как у нас прямо необходимости в нем нет, а весит он много. Но в этих руинах мы закончили. Так, вот здесь вот еще по углам посмотрим. Ничего нету. На выход. Ну, и серию, наверное, я закончу. То есть, буквально, мы всего лишь одни руины зачистили, плюс суета. Так, подожди, а где выход-то не здесь. Вот выход. Но в следующей серии мы таки продолжим эти странствия. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч. субтитры субтитры Продолжение следует...